Помню хорошо эти малые свои годы и 44 год. Дети голодали, холод, голод, страдания, ели жмых. Да, я совсем была маленькая, но хорошо помню и голод, и холод, и помню, как дети пухли. У нас были военные, раненые. У нас просторный был зал, где они лежали, а мы сидели на печи. Раненые лежали в повалку на соломе. Дедушка солому привез. Дедушка и старшие сестры. У нас 5 человек. Старшей было 18 лет. А Маше, наверное, было 16. Мы как-то друг за другом. Вот эти старшие и Ксения. Вот она, Ксения. Она шустрая была. Ну, воду приносили, бинты и стирали. У нас были не немцы, а мадьяры. А мадьяры – это таких поганых людей никто не встречал. Меня подзывает бабушка. И у меня бабушка была очень скромная, умная. И она такая неболтливая, тихая. Нюрушка. Меня Нюра я называла. Там Нюра. Нюрушка. Наши русские партизаны. Вот на горе. Вот у нас Гремячье. Тут вот шоссе идет. С этой стороны мы живем, с этой стороны другие. Другие. А вверх туда идет гора Гремячьим. А тут сплошные сады вишневые. А за садами на горе подсолнечник был. Посеян. И она говорит, вот видишь куст там. Вот, говорит, тому, как куста, будет сидеть и тебе махать. И ты туда иди. Выведи их на Уляшкина. Я рада до смерти. Хотел Сашку с собой Воропаева взять. Он говорит, нет, ты меня, я боюсь, не пои. Я одна побежала. Бегу туда, гляжу, сидит и махает мне. Я подбегаю, он говорит, это вы наша спасительница. Я вот, да, меня бабушка прислала. Мы шли подсолнечником, дошли до Ореховой Ярушки. Потом по этой Ореховой Ярушке, там опять сады, кусты, мы кустами. 21 человек наших партизан остались. Как они там появились, я не знаю. И вот я их вывела. Дошли мы до Кабанихи там. Там глянули немцы, туда-сюда ездят. А тут проходить мост, а тут ручеечек течет. Нигде чисто не пройдешь. Только тут нужно ползти. Я говорю, ну, хоть грязно, но поползли, а иначе они нас увидят. Мы вот тут проползли, а опять сады начались. И мы до Уляшкина садами прошли, а тут поле. В поле там их никого нету. Дошли до Дона. Я говорю, вот бабушка сказала, чтобы вы друг друга не бросали. Мало ли кто, спасать друг друга вы должны. Мадьяры были, это вообще гады. Это мародеры. Во, все, воровали, таскали, очищали нас от и до. То, что у нас было, все вытащили. Все. Буквально. У соседей, корова была, берут корову из хлева, вытаскивают и уводят. Свиней, там, птицу и так далее, и так далее. У нас спрятали мы в саду вещи. Все сажали. Все. Подчистую вычислили эти чемоданы, все, что мы были закопаны. Все. С двумя тростями ходили, двухметровыми, тыкали. Находили все, все увлокли. И мы эвакуировали нас. Мать взяла на руки племянницу мою, полтора года. Меня за руку. Чайник с сахарином и все. Больше у нас ничего не было. Лагерь поселили, все. А потом уже начали сортировать здоровых, хороших, которые способны работать. Выгоняли в Германию. А мы так жили, проголодь такой, как нам хорошо, хоть эти нам изредка помогали местные селяне. Подбрасывали еду. Вот оно, тут, тут, тут. А так проголодь. Голодный, холодный. Бусиком выбегали в туалет зимой. Не одеть, не обуть, ничего не было. У меня от голода, от холода пошли язвы на лице и на теле. Немцы-то увидали и забрали меня в госпиталь. Мать уже думала, что все, мне капот. Воронеж был. Весь разбит. Абсолютно был разбит. Субтитры сделал DimaTorzok